Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Мы говорим сегодня об аффирмациях, о таких полезных утверждениях, которые, по сути, человек может повторять и таким образом менять свое сознание. То есть это утверждение типа «у меня все хорошо, у меня все получится», «на богатый и счастливый человек». То есть позитивные утверждения, которые программируют наш мозг, наше сознание на то, что так действительно и есть. Но тут есть один важный момент, что если у человека он говорит, например, «у меня все хорошо», но у него возникает сопротивление, что «у меня не все хорошо». То есть нет вот этого соприкосновения, этой веры, что так действительно и есть. И, конечно, тогда он начинает, проявляется такая вот, ну скажем, двойственная ситуация. То есть с одной стороны он утверждает, что у меня все хорошо, а с другой стороны он чувствует, что это не так, что этого нету и что это совершенно неправильное утверждение. И вот этот слой внутренний, он мешает человеку. То есть если у человека накопились негативные постулаты, суждения, то они будут мешать ему, ну вот этим аффирмациям проявляться. То есть чтобы не говорил человек «у меня все хорошо, у меня все получится, я здоровый и счастливый», у него вот внутреннее будет мешать ему. Поэтому какой я предлагаю план, да, то есть почистить вот эти негативные убеждения, то есть чтобы потом можно было это место заполнить позитивными утверждениями. То есть сначала мы очистку делаем в комнате, в доме, в уме, да, а потом наполняем это энергией позитива, добра, любви. Вот именно так я и поступаю, когда провожу сессии. То есть первоначально это уборка помещения, то есть расчистка тех негативных зарядов, суждений, которые накопились у человека. Я их накопил достаточно много. То есть их накапливается, ну можно сказать, каждый день мы слышим какие-то негативные утверждения. Но особенно они сильно, скажем так, записываются, когда у человека были случаи эмоциональной боли, либо физической боли, бессознательности. Когда это прилипает к нему, и он чувствует вот эту подавленность, страх, негативные эмоции и так далее. Чтобы это очистить, нужно вернуться в эти случаи и понять, как это налипло на него, образовалось, и дать ему возможность отсоединиться, выйти. Вот этим мы и занимаемся в процессинге счастья, который я провожу людям. То есть я помогаю человеку вернуться в это состояние, перепрожить его и убрать оттуда негативный заряд. Его состояние выправляется, и он вновь чувствует ясность, гармонию, и ему становится просто, на самом деле, действительно хорошо. Тогда он может применять любые аффирмации. Мне хорошо, у меня все здорово, я честный и здоровый человек, у меня высокооплачиваемая работа, или у меня огромный бизнес. То есть вот это все тогда легко ложится на него. Давайте попробуем сейчас небольшую практику, как обычно, во время нашего видео. То есть сядьте просто в удобном месте, если вы еще не сидите, закройте глаза и создайте пространство сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, как сознание, свое тело в этом пространстве. И дальше закройте глаза, да, вы уже закрыли, и теперь создайте какое-то позитивное утверждение. Которое любое, которое вам бы хотелось. Это может быть то, что вы хотите получить в жизни. То есть, например, у меня чудесное здоровье. То есть я создаю утверждение. И потом можете повторить его несколько раз, да, и почувствовать, как оно ложится на вас. В этот момент может включиться что-то противоречивое. То есть, например, я больной человек, или у меня там больные ноги, или у меня часто болит голова. То есть противоречивые суждения, которые не дают человеку почувствовать в полной мере вот эту аффирмацию. И когда вы чувствуете, да, что что-то здесь не так, то есть у вас появляется вот такая двойственность, противоречивость. Такие суждения, которые мешают вам реализации вашего вот этого положительного суждения. Посмотрите, прочувствуйте их, то есть не отграживайтесь, не подавляйте их, как часто говорят, там, забудьте, не смотрите на это. То есть отрицание, наоборот, усиливает их. А вам нужно соприкоснуться с ними. Посмотрите, откуда они идут. Откуда, например, там идет суждение, что я больной человек. Может быть, это где-то записалось в детстве, в прошлом, да, то есть, допустим, там, было вам плохо, да, и кто-то из родителей, мама, папа сказала это слово. Я больной человек, у меня все плохо. И это записалось, перешло к вам, как энергетическая субстанция. Вот, поэтому вы не отрицая это, наоборот, проследите, как это произошло, и, как бы, перепроживите этот случай по новой. И дайте ему возможность освободиться, чтобы это ушло, и вы не чувствовали, что вы больной человек, или, там, нездоровый, или что у вас, там, больное сердце, больные ноги. То есть дайте этому выйти. И верните себе энергию жизни. То есть, энергия жизни возвращается за счет того, что вот это негативное утверждение уходит, и вы вновь чувствуете радость и счастье. И вот так можно сделать с каждым негативным суждением. То есть, самое главное, доведите это до конца. То есть, перепроживите один раз, второй, третий, и почувствуйте, как это уходит и освобождается. Как, где была вот эта энергия заряда, как там образуется пустота. То есть, вы там чувствуете, что там больше ничего нет. То есть, вы помните о том, как это произошло, но там нет негативных эмоций, там нет никаких негативных суждений. И потом, когда вы почувствовали эту легкость, еще раз скажите это суждение. У меня все хорошо, я здоровый человек, у меня здоровое тело. И почувствуйте, как теперь это ложится, как происходит принятие этого. Если появляются еще какие-то негативные утверждения, то уже точно так же обнаружьте, откуда они приходят, и перепроживите их. Именно это мы делаем в сессиях процессинга. То есть, выявляем негативные утверждения и урегулируем их. То есть, мы смотрим в прошлое, чтобы у человека появлялось больше энергии, больше осознанности, и он становился более счастливым. Вот. Если у вас что-то не получается в практике, вы всегда можете мне написать, и мы сделаем бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее об этом, и мы справимся именно с вашей ситуацией, которая есть у вас в настоящем моменте. То есть, и на самом деле, эта духовная практика позволяет человеку не просто исцелиться от каких-то негативных суждений, но прийти на уровень осознанности, уверенности в себе, здоровья и счастья. Вот именно поэтому я и занимаюсь процессингом, потому что это путь духовного роста. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете всегда их написать в комментариях или мне в личном сообщении. Когда вы проработали вот эти вот появившиеся негативные суждения, и у вас легло это, да, вы почувствовали принятие, что у вас легло, я здоровый и счастливый, у меня все хорошо, тогда вы можете закончить эту практику, поблагодарить себя, поблагодарить пространство и наполнить ваше пространство, тело светом, безусловной любви источника. Потому что именно вот эта энергия, энергия животворящая, энергия теты позволяет исцеляться. То есть вы убираете тот негативный заряд, потому что энергия, да, но она была перекручена такая, да, съеженная такая вот, в общем, представляющая собой какой-то комок, да, то есть, а вы ее как бы разгладили и снова она потекла. Вот это вот такое вот, ну, если сказать, посмотреть на это, да, то есть может быть густок энергии, может быть поток. И вот наша цель, чтобы энергия текла, чтобы эта энергия протекала через вас и не застревала, не останавливала. Поэтому, друзья, если у вас появляется, допустим, какое-то негативное суждение, обязательно прорабатывайте его вот таким образом, как я описал. И если что-то не получается, то обращайтесь за помощью ко мне, и мы сделаем сессию, и я помогу вам проработать эту энергию. Вот на этом, друзья, мы на сегодня будем заканчивать видео. Если остались еще какие-то вопросы, пишите в комментариях, и я на них обязательно отвечу. А если это видео вам понравилось, и вы будете его применять, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь подписчиком. Включайте колокольчик, это напоминание о новых видео. Они выходят у меня на канале ежедневно. И, конечно же, поделитесь этим видео с друзьями, это будет огромной помощью мне, каналу. Вот, и ваши друзья смогут узнать очень много новое и применить эти знания на практике. Если захотите почитать мои книги, они указаны в описании. Это «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Ссылки будут в описании. Также контакты «Как помочь каналу» и его развитие тоже реквизиты будут указаны. Вот на этом на сегодня все. Мы будем прощаться на сегодня. А вы пока посмотрите те видео, которые сейчас появились у вас на экране. Они как раз о процессинге и о том, как можно его применять дома, в домашних условиях. Все подробно, на практике, с примерами, со случаями. Заходите на мой сайт, там тоже много полезной и важной информации. Также подписка на канал тоже у вас включилась. Уже вы можете кликнуть и подписаться. Вам счастья, друзья, гармонии. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. До скорой встречи.